День добрый, уважаемые коллеги. Рад вновь принять участие в этой научно-практической конференции. И вот сегодня тема моего доклада это роли арготерапии, физической терапии в реабилитации больных раком молочной железы. И начну свой доклад с упоминания того, что в мае текущего года Министерством здравоохранения были изданы два приказа. Это 205Н и 206Н об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников. И об утверждении квалификационных требований к фармацевтическим и медицинским работникам с высшим образованием. Согласно изданным приказам в номенклатурном перечне медицинских специальностей появились две медицинские неврачебные специальности, которые носят название специалист по физической реабилитации, кинезиоспециалист, его же называют физический терапевт, и должный специалист по эрго-реабилитации, он же эрго-специалист. Эти обе медицинские неврачебные специальности никакого отношения не имеют к специализированному лечению онкологических больных. Это специальности, которые направлены на работу с пациентами для улучшения качества жизни, поскольку качество жизни на сегодняшний момент в рамках биопсихосоциальной модели рассматривается во главе угла. Кроме того, следует отметить то, что подходит к концу переходный период, по окончании которого этих два указанных специалиста должны будут входить в состав мультидисциплинарных реполитационных команд, которые будут работать в каждой медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской реабилитации, осуществляющей ее. Старая номенклатура медицинских специальностей останется актуальной лишь для медицинских организаций, занимающихся санаторно-курортным лечением и организацией, работающих в рамках спортивной медицины. Буквально несколько слов характеризую новые специальности. Эрготерапия. Эрготерапия переводится как, ну, дословный перевод – это трудотерапия, но на самом деле никакого отношения к труду эта специальность не имеет. И вот это название закрепилось в Российской Федерации благодаря реализации российско-шведского проекта в конце 90-х годов, и, значит, этот термин – эрготерапия, он был согласован со Всемирной Федерацией эрготерапии. Эрготерапия представляет собой лечение физических и психических нарушений путем использования специфически выбранной деятельности, с помощью которой человек может достигнуть максимального уровня функционирования во всех аспектах повседневной жизни. В мире принято название, более распространено название occupational therapy, то есть более дословный перевод, переводится как терапия деятельностью. Основные принципы эрготерапии были описаны в начале прошлого века Джорджем Дантоном в книге восстановительной терапии и являются своеобразным кредом эрготерапии. Деятельность человека столь же необходима, как еда и питье. У каждого человека должна быть как умственная, так и физическая деятельность. Деятельность должна иметь для пациента смысл и вызывать в процессе выполнения положительные эмоции. Больные разумом, телом и душой могут быть исцелены с помощью деятельности. В 1952 году прошлого века была осознана Всемирная Федерация Эрготерапевтов. В настоящее время в нее входят 92 страны-члена. В 2001 году была основана Русская Ассоциация Эрготерапевтов. Физическая терапия предполагает воздействие на физические ограничения, нарушение функции или боль с помощью физических упражнений, массажа, гидротерапии и так далее. Физический терапевт, он же профессионал в сфере реабилитации, который обеспечит оптимальную функциональную независимость и качество жизни через использование основанных на научных принципах технологий, позволяющих предупредить, идентифицировать, оценить, скорректировать или уменьшить росту или хроническую двигательную дисфункцию, физические ограничения или боль. Физического терапевта в нашей стране часто путают с физиотерапевтами. Физиотерапевт это совсем другая специальность, это врачебная специальность. Физические терапевты это не врачи, это специалисты с высшим немедицинским образованием, как правило, это выпускники факультетов адаптивной физической культуры, получившие, прошедшие тоже переподготовку, возможно. Вот таким вот образом выглядят функциональные обязанности физических терапевтов. Они оценивают, планируют, внедряют реабилитационные программы, которые улучшают и восстанавливают моторные функции человека, максимизируют способности к движению, уменьшают болевые синдромы, оккупируют, предупреждают физические нарушения, вызванные травмой, заболеванием или иными повреждениями. В 1951 году в Копенгагене была создана Всемирная конфедерация физических терапевтов, которая объединяет представителей 106 стран на сегодняшний момент. На сегодняшний момент разработаны профессиональные стандарты, размещены на сайте Союза реабилитологов России, но эти профессиональные стандарты на сегодняшний момент пока не утверждены Министерством здравоохранения и Минтруда. Но, скорее всего, утверждение этих профессиональных стандартов произойдет по окончании того самого переходного периода. Это компетенции физического терапевта, я уже немного озвучил. Ну и, соответственно, возвращаясь к вопросу, поставленному в теме доклада, зачем необходимо вмешательство эрготерапевта и физического терапевта пациенту с раком молочной железы. Нужно упомянуть то, что комбинированное лечение пациента с раком молочной железы неизбежно ведет за собой возникновение ряда осложнений. И вот в настоящее время для обозначения комплекса клинических и патогенетических изменений, связанных с проведением комплексного лечения, используется термин постмастоксомический синдром. Вот, в данном случае, на данном слайде представлены его клинические варианты. Это может быть преобладание отека, это может быть преобладание болевого синдрома, это могут быть смешанные его формы. Постмастоксомический синдром зачастую сопровождается выраженным болевым синдромом, который может формироваться по принципу фантомных болей, болей по типу межреберной невралгии, связанных с формированием невром и связанных с поражением нервов. В ходе мышечного тестирования, проведенного в рамках небольшого исследования нашими московскими коллегами, оно было в 2011 году еще произведено, было обнаружено, что у пациентов, перенесших радикальную мастектомию, происходит спазм или укорочение многих мышц плеч и лопаточного региона. Эти мышцы часто оказываются болезненными при пальпации, ограничивают объем движений в плечевом суставе, в них определяются триггерными точками. И наиболее часто эти мышцы располагались в проекциях операционного поля и в области полей облучения молочной железы. Для того, чтобы описать реальные проблемы, с которыми сталкивается пациент после комбинированного лечения по поводу рака молочной железы, я вот привожу на этих двух последующих слайдах описание объективного статуса вымышленной пациентки. Некая пациентка 47 лет после комбинированного лечения по поводу рака молочной железы. У пациентки имеется послеоперационная рана и отек правой руки после правосторонней мастектомии. Я специально здесь подчеркнул, что правосторонней мастектомии, поскольку порядка 70% пациентов – это пациенты с доминантной правой половиной тела. Пациентка испытывает боль в области плечевого сустава со стороны операции. Пациентка из-за отека и боли не может самостоятельно пользоваться рукой и испытывает трудности при надевании одежды, приготовлении пищи, посещении душа и туалета. Пациентка испытывает выраженную слабость после проведенного лечения, ранее привычная физическая нагрузка для нее недоступна. Не может заниматься уборкой дома, может пойти в магазин только для того, чтобы купить небольшое количество продуктов. Не может самостоятельно управлять легковым автомобилем, затруднено использование мобильного телефона и бытовых приборов. Пациентка является индивидуальным предпринимателем и до болезни работала парикмахером-визажистом. Профессиональная деятельность в настоящее время затруднена. Живет в квартире, приобретенной в ипотеку с мужем и двумя несовершеннолетними детьми, которые мало помогают ей в быту. Муж пациентки не имеет постоянного источника дохода, занимается мелким ремонтом, зарегистрированным в роли самозанятого. Из этого описания видно те проблемы, с которыми сталкивается пациентка после того, как она вернулась домой, вернулась к своему быту. Здесь я указываю на то, что быт может быть совершенно разнообразным. У кого-то этот быт хорошо обустроен, у кого-то он может быть вот таким. Соответственно, для того, чтобы улучшить качество жизни пациента, перенесшего комбинированное лечение, избавить его или уменьшить эти проблемы, требуется вмешательство со стороны эрготерапевта и физического терапевта. Я не рассматриваю их в данном случае по отдельности. И, конечно, здесь еще стоит упомянуть, что требуется вмешательство к линейному медицинскому психологу, но я специально опускаю это для того, чтобы уложиться в отведенный мне регламент. Для своей работы эрготерапевт, для того, чтобы понять, с какими семенами нарушений активности и участия эрготерапевт применяют различные шкалы для оценки уровня функционирования. Чаще всего используется так называемая шкала КОПМ, это канадская шкала оценки деятельности или мотивирующая интервью. При помощи этих шкал измеряются возможности полного телесного самообслуживания, использования предметами обихода. Измеряются локальные функции, расстройства которых приводят к нарушению жизнедеятельности, совмещающие измерение повседневной активности ролевых ограничений. Активно в своей работе эрготерапевт привлекает к выполнению заданий как самого пациента, так и его родственников. Эрготерапевты в своей работе используют две основные стратегии. Это развивающая, это восстановление пострадавшей функции, это проведение мероприятий по возможному, по полному восстановлению функции и конечности плеча, предплечья. Либо компенсаторные стратегии применяются в случае, если полностью, когда восстановление утраченной функции невозможно, даже частично. В качестве инструмента эрготерапевты в своей работе используют специально оборудованные кабинеты, где пациенты могут тренировать выполнение навыков по гигиеническим процедурам, приготовление пищи, тренировать процессы, связанные с питанием на специально оборудованных кухнях, популярное направление ландшафтной терапии, обучение вождения автомобиля, обучение и использование компьютером, смартфоном, как в целях коммуникации, так и в целях организации жизнедеятельности. Ну, здесь вот указаны, ну, показаны бизиборды, да, так называемые, где для отработки мелкой-мелкой моторики и вот специально вот оборудованная кухня в кабинете эрготерапевта. Но вот опытные эрготерапевты рекомендуют все-таки проводить свою работу непосредственно по месту жительства, по месту жительства этих пациентов, поскольку говорят, что если человек научился там на бизиборде открывать, там, закрывать замок, то он так и будет продолжать открывать его именно там. Необходимо просто, необходимо работу переносить по месту жизни, по месту жительства пациента. Физические терапевты используют в своей работе, так же, как и эрготерапевты, модель SMART. В самом начале своей работы физические терапевты начинают с постановки целей. После постановки целей оценивают самого пациента, при этом используют еще дополнительные методы, как методы ультразвуковой диагностики, данные МРТ, лабораторные показатели, для чего необходимо. Поскольку плечевой сустав является достаточно сложным, и мы никогда не рассматриваем еще проблемы коморбидности. Зачастую пациенты имеют большое количество сопутствующих заболеваний, рататорные манжеты, плеча, так называемый импиджмент синдром, заболевания, связанные с нестабильностью сустава. И поэтому для того, чтобы определиться с дальнейшей тактикой работы физического терапевта, он должен понимать, с чем он будет сталкиваться в дальнейшем. Разрабатывает после этого непосредственно программу вмешательств, старается работать без боли, с умеренно допустимым дискомфортом. Работает совместно с эрготерапевтом, работает почему, что основной задачей работы физического терапевта, это восстановление именно необходимых по началу навыков, которые необходимы будут пациенту для использования в быту и повседневной жизни. В качестве инструментария физического терапевта используются способы увеличения объема движения направлено на мягкие ткани, способы, предназначенные для суставов. Это различные виды массажа, способы мобилизации, способы уменьшения чрезмерного объема движений, способы упражнения, помогающие сохранить подвижность мягких тканей и суставов. В своей работе используются различные механические методы, нейродинамика, нейрофизиологические методы, проприоцитирование, нейромышечная фасилитация и другие. Каким образом оценивается эффективность вмешательств? Точно так же при помощи разнообразной шкалы эффективность вмешательств оценивается и, соответственно, можно так называемый применить диспецифический подход для оценки эффективности эрготерапевтических вмешательств и вмешательств физического терапевта. Если у пациента на 30% уменьшается болевой синдром, уменьшаются отеки на пораженной половине тела, то можно сказать, что программа медицинской реабилитации была эффективной. Вот у меня все. Спасибо.